Господи, что творится? Очами своими смотришь и воздеяния За премешение пошли, шиш, пусть горят они в киене огненной! КОНЕЦ 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 Так что там в этой Костяновке случилось, что нас в серединочи подняли? Да кто его знает. Звонивший был в истерике и ничего внятного. Чёртова дюжина кровавых жертв. То ли до пожара, то ли после. Смерть с Косой по деревню ходит и невеста ещё какая-то мёртвая. Ужасы ужасные? Да, пожарных и скорую сразу туда вызвали. Ну а если это ложный вызов, я им сам кровавых жертв организую. Байки из кляпы. КОНЕЦ 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 Федеральная экспертная служба. Маску снимите. По лицу смерти. Не боишься смотреть? КОНЕЦ КОНЕЦ Вы кто и что здесь делаете? Я Лера. Валерия Ильина. А эти? Зачем вас преследовали? Я не знаю. Если бы не вы, они бы разорвали меня. Не думаешь, что я Маришу убила? А почему они так думают? Я не знаю. Может быть, потому что я смерть, но я не убивала, честное слово. А почему кровь на косе? Да и на плаще я тоже вижу кровь. Так, не надо здесь ее размахивать. Дайте. Ты понимаешь, что происходит? Разберемся. Поехали. В Касьяновке отмечали Хэллоуин. Праздник организовала Марина Ильина, дочь местного фермера. Здравия желаю. Да, с размахом, однако, отпраздную. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Думаю, надо будет вызвать Антонову. Я тоже помогу, если что. Да, Степа. Галина Николаевна, в общем, слухи о дюжине трупов были сильно преувеличены. Все осмотренные медиками скорой не трупы. И даже не раненые. В доску пьяные, угашенные, ряженные при пожаре. Ну, в наличии труп есть, но он только один. Найден в районе сгоревшего сеновала. Нет, труп не той девушки, из-за убийства которой. А, в общем, пытались линчевать ту девушку, которая смерть. Точно. Труп мужской. Это же Рудик. Кто такой Рудик? Заборский. Он был в костюме пирата. Ну, вот одного познали. Обыщите жилье Заборского и разберитесь с трупом Марины Ильиной. Есть он хотя бы или нет? Здравствуйте. Капитан Данилов С. Вы тут хозяин? Да. Станислав Миронович Ильин. Верно? Да. У меня документы в доме. А где ваша дочь Марина? Маришка. В комнате у себя. Как это? Приживает. Праздник не удался. У нас весь урожай сгорел. Но я же видела ее в луже крови. Возможно, бутафорская трубка. Человек был в костюме пирата. А вот и нет. Настоящая. В табачной камере остатки курительной смеси с каннабисом. Здравствуйте. Марина Станиславовна Ильина. Ага, пирсинг и тату совпадают. Нет. Зачем я только разрешил этот дурацкий праздник. А еще не обеспечили должной пожарной безопасности. Вы правы. Сам и погорел. В ПЭС поступает сообщение о множестве кровавых жертв в деревне Касьяновка. В том числе убита невеста. Выясняется, что в деревне праздновали Хэллоуин, во время которого начался пожар. Один из участников праздника сгорел вместе с сеновалом. А вот мертвая невеста оказывается живой и здоровой. В крови погибшего самогон, псилоцибин и конопля. Гремучая смесь. При таком раскладе он мог просто вырубиться на сеновале и сгореть при пожаре. В светящемся дирижабле между кастрюль пустых женщина в трусиках жабьих нюхала синий стих. Пряча щупальца вулкалан, парила на табурете, а время струилось и булькало в замысловатом бригете. Какой-то параноидальный бред. Да я невооруженным носом чувствую, что параноидальный бред со всеми этими дарами природы сочетается вполне гармонично. Никаких Хэллоуинов не надо. Типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-типа-ти Этот дьявольский праздник. Так вот, не то, чтобы запретить. Он еще и посмеялся, он до мной, ирод. А откуда вы про труп-то взяли? Так, это сама видала. Вся поляна в мертвяках была. Кровища. Жуть, господи. Ну, пойдемте со мной. Будем труп опознавать. Ой. Ну, ладно. Спасибо. Ну, венчик, вы видели? Это феряженные были. И кровь была нарисованная. Ой, то перца видно. А во тьме-то все как настоящие были. Ой. Ой. Слушай, а неужто это девка-то? В белом свадебном платье-то тоже не труп? Да, и она жива. Здорово. Получите, распишитесь. Пять литров крови. Это откуда столько? Из подвалов графа Дракола. Я что-то не пойму. Это кровь? Так, настоящее скажи. Подобные крови были ряжены. В сети столько рецептов патафорской крови. Закачаешься. Играет. Играет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, везде имитация крови. А составы у всех разные. От свекольного сока и киселя до глицерина. Всемирная сеть любого сделает химиком. А откуда вообще деревенские жители взяли эти костюмы? Спонсор праздника Станислав Ильин. Его дочь заказала по интернету, он оплатил. А на кассеты кровь настоящая. На плача смерти тоже и та же. Но это кровь не Марины Ильиной, а какого-то мужика. Заборского? Нет, у него и ран-то не было. Я очень рада, что Марина жива, но я же видела ее в луже крови. Я даже склонилась, над ней кровь пахла, как настоящая. Мариса! Стоять! Стоять! Еще пять литров из подвала Дракула. Нет, это наши с Косянских сирян и сирянок нацедили. Без крови или деревню, гады. Чья кровь на кассе выяснили? Среди взятых проп идентичной нет. Но Валерия Ильина утверждает, что видела труп сестры. И гнавшиеся за ней жители тоже видели труп мертвой невесты. И бабка Уля, то есть Ульяна Боровых говорила про невесту в крови. А такой костюм был только у хозяйки праздника. Но она жива и здорова. Странно. Вон она, моя граница-то с усадьбой Ильиных. Вот тут она, это, и лежала, мертвой невесты-то. Видать, приползла грешная. Вот, вот эти бусинки с платья мертвой невесты. Дядя Стас специально заказывал ей платье в городе. Слушай, давай вот эту тыкву переставим вот сюда. Так лучше будет. Виселится на меня, на меня, на меня, на меня. И быстрее, у нас времени очень мало осталось. Ближе, ближе, ближе. Я хочу, чтобы это было видно. И гирлянду надо перевесить. Мне не нравится, как она сейчас висит. Так, что еще, что еще. И вот тут тыкву. На, держи. Ну-ка, ну-ка. Да ладно. Это же... Костюм мертвой невесты. Бабочка, ты лучший. Я знал, что тебе этот ужас понравится. Шикарно. У всех в крови самогон в больших и даже огромных дозах. Кроме бабушки Оли. Самогон из брюквы. Достаточно чистый, абсорбированный. Да, химиком в деревне можно стать и без всякого интернета. У нас новая информация. Сарай в Касьяновке подожгли. По словам пожарного эксперта, пожар начался одновременно с двух углов сарая. К углам вели дорожки горючей жидкости. Судя по запаху, горючая жидкость – это самогон. Неужели выпили невесть? По агентурным данным, самогон для праздника обеспечил старший брат хозяина Федора Ильина. Да-да, Федька, алкаш наш. Брат его, скупил у него все земли подчистую. Так он теперь самогоноварением живет. Я докладала участковому, но тот бездействует. Принимай топливо, барин. Самогон, ну могли бы пивом обойтись. Пиво. Вы что, немчура какая? У меня же не ктар, а не напиток. Надя, сжи. Как был ты скобарем, Стас, так и остался. На. Все равно, жмот ты, братец. Пьешь кровь трудового народа. Пролетай, пролетарий. Пап, 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 пойдем домой. Дядь Стас хороший, он же нас не обижает, пап. Пойдем. Пойдем, пап, пойдем. Аккуратно. А может, Федор Ильин и совершил поджог? С целью уничтожить урожай брата? Ну что, святое дело, когда у брата хозяйство, а у тебя только жидкость для розжига. Это бывшая жена и дочь. Живут в доме его брата. Эй, Федор Миронович, подъем. Эй, просыпаемся, эй. Степ, 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 оставь ты бедологу. От него еще все равно никакого толку. Пусть проспится. Но полицейского для присмотра нужно будет оставить. Итак, бывшая жена Федора Ильина Клавдия вела дом Станислава. Их дочь Лера помогала матери. Это которая, смерть с косой? Она самая. Жена Станислава умерла пять лет назад. Марина их дочь. Ну, судя по ее фоткам в соцсети, полная оторва. Хотя у нее есть жених Олег Жариков. А у Рудольфа Заборского был интим с двумя партнершами. Ну и кто эти женщины в жабих трусиках интересна? Ну, одна жительница Касьяновки, Надежда Яровая, фельдшер. А вторая... Ай-яй-яй, как нехорошо. Марина Ильина изменяла своему симпатичному жениху. Как его там? Олег Жариков. Ну, я же говорю оторва. Ой, ты, Надежда Яровой тоже есть мужик. Тракторист Леонид Харьков. Выглядит свирепо. Слушай, а ведь при таком раскладе этот мухомороед Заборский мог окочуриться вовсе не случайно. ФЭС расследует последствия празднования Хэллоуина. В результате пожара погиб дачник Рудольф Заборский. И сгорели постройки с урожаем фермера Станислава Ильина. Его дочь была инициатором праздника. Свидетели утверждают, что видели девушку мертвой в луже крови, однако она жива. Выясняется, что постройки подожгли. Под подозрение попадает спивающийся брат хозяина фермы Федор. Возникает сомнение и в том, что Заборский погиб случайно. Надежда Яровая уверена, что Харьков ничего не знает о Искордещном романе с Заборским. И резонно мотивирует это. Во-первых, говорит, если бы он знал, она бы сейчас с нами не общалась. А во-вторых, говорит, у ее тракториста, дескать, мозгов бы не хватило. Хитроумно устраивает пожар вокруг соперника. Он тупо прибил бы их обоих монтировкой. Непонятные женщины, рискуя жизнью, летят на огонь светящегося дирижабля. По словам той же Яровой, Олег Жариков был на празднике в костюме короля зомби. А может быть, король из ревности избавился от пирата? Жарикова надо допрашивать. Что значит, вы не можете его найти? Возможно, Жариков совершил преступление и удрал. Будем объявлять его в розыск. Обыщите его дом, возьмите пробы и опросите всех. Я же уже сказала, Олега я не видела с самого начала праздника. Я пойду. Теть Клав, принесите мне чай в комнату. Мне кажется, девчонка что-то скрывает. Похоже на то. Может, и Женишку помогла сбежать. А может, она даже его и прячет. Угощайтесь. Пирог, правда, вчерашний. С яблоками? Да, в этом году яблок пропасть. Беда у нас с Моришей. Потому что балованы очень. Ни в чем отказа нет. Одни удовольствия у девки на уме. В связях неразборчивые. Курит уже. И даже выпивает. Нет, конечно, ее можно понять. Она же без мамки растет. Она ведь вроде такая тихая. Да она сейчас. А так, чуть что же сразу в истерику. Прямо глазки выцарпать может. А на днях еще перед праздником нож взяла. Ну, якобы для костюма. До сих пор не вернула. Ладно, я пойду бар и не чай отнесу. Лерочка, дочка, по печеньку. Я знала, что Марина с Рудиком крутят. Пока Олег на работе. Да она вообще, она недостойна Олежика. Значит, Олежик хороший парень. Очень. Он такой... Ну, понятно, тебе нравится Олег, а ему нравится другая. Нет, я ему тоже нравлюсь. Но я-то кто? Беспреданец, батрачка. А за Мариной хозяйство. Да и Олег собирается ремонтное мастерское открыть, а дядя Стас мог бы помочь. А где сейчас Олег-то? Не знаю. Я не видела его после праздника еще. Ладно, пойду я. Прятать Олежика, может, и она. Обыщите дом Ильиных, там могут быть его следы. Или даже вообще он там где-то прячется. Степ, смотри, костюм зомби. Значит, хороший парень Олежик здесь точно был. Переоделся и сбежал? Это моя жена, Рая. Мать Мариши. Дочка после ее смерти полгода депрессией была. Мы боялись суицида. Второй раз жениться она мне не даст. Сочтет предательство. На косе и на одежде Валерии Ильиной кровь Жарикова. В пробах с места пожара и с забора Ульяны Боровых тоже. На костюме зомби. Поторжавые и Жарикова, и Марины Ильиной. Так Жариков убийца или жертва? Бузинки с плоти крови Жарикова там, где была мертвая невеста. Поторжавые Ильиной на костюме зомби. Они поменялись. В костюме мертвой невесты был Жариков, а в костюме зомби Марина. Фигура, в принципе, похожа. Жариков выше. Размер каблуков Ильиной. Значит, это Жарикова видели в луже крови? Его убили. Кто и где труп? Опа! А не тот ли это ножик, который взяли с кухни? Для костюма? На ноже следы крови Жарикова. Получается, его убила Ильина? Прежде на бак в сестре? Или еще к кому. Или он застукал свою невесту с Заборским. Непонятно. Да не убивала я Олега. Мы с ним в последний момент поменялись костюмами. По приколу. Мне бы твое платье надеть. Я бы тогда узнал, кто у тебя из мужиков лапочи полезет. Слушай, какая прекрасная мысль. Меня в костюме зомби никто не узнает. Да? Да. А тебя мы наденем парик. Да? Вот такой красавец будешь, да? Грим. Вы же в моем платье все же увидели. Я же в моем платье! Поехали! Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Афелия, ты помяни мои грехи в своих молитвах, нимфа! Беатричи Эвредика, моя нимфа! Фирменный стриптиз от нимфы! Субтитры сделал DimaTorzok Да, обшарили восточную часть усадьбы, ничего, что у тебя? Да я как мальчик с пальчик, по траве хожу, бусинки собираю, да? Ха-ха-ха! Погоди! Иди сюда! Мне кажется, я нашел! Лера! Лера, милая! Лерочка! Лера! Лера, милая! Доченька! Да иди ты! Мама! Я же говорила! Вот она, мертвая невеста! А вы мне не верили! Так, капитан, лишних уберите! Результат скрытия тела Жарикова. Смерть наступила от удара ножом в область сердца. Жариков был убит именно тем ножом, который мы нашли в комнате Марины Ильиной. А на одной из лопат, со следами гумуса, свежепот, жировые ее отца. Отпустить вашу дочь не получится. Она убийца. А вы, соучастник, это вы прятали труп Жарикова. Ладно. Я, я не только спрятал труп, но и убил тоже я! Да! Я! И зачем же? Просто убил и все. Какая разница? Куда вы дели орудие убийства? Я не помню! Место, где смерть, как я увидела труп в крови, не могло бы быть завалено. Туда ничего не могло упасть. Получается, Станислав Ильин специально скрывал лужу крови? Ребят, урожай Ильина и все имущество застраховано. Значит, все его жалобы насчет урона блеф. Может, он сам пожар организовал? А Жариков мог его застукать. Да, да, вот так все и было. Я, я поджег, чтобы получить страховку. Потом убил Олега, труп спрятал. Я все подпишу. Только отпустите дочь. За ней там присмотрят. Клавдия. Степа, отвези даму Марину Ильину. Под домашний арест. Галина Николаевна, спасибо вам. Я теперь самая настоящая мертвая невеста. Жених убит, Рудик еще. Мамы давно нет, папу посадят. А Лерка крысой оказалась. Я ей доверяла, а она... А мамы нет дома. Только я. Вот как? Да, конечно, визите. Полицейский, который охраняет Федора Ильина, сказал, что его подопечный пришел в себя и хочет признаться, в убийствах. Добрый вечер. Добрый вечер. А эта на огород ходила. А вы к нам? Да, вы меня извините. Я Марину привез. Ее пока отпустили. Из дома ей выходить нельзя. Вы присмотрите за ней. А то, похоже, у нее депрессия. Она наверху. Конечно, присмотрим. Конечно, присмотрим. Это я поджег амбар. Могу показать, где лил самогон и откуда поджигал. Зачем вы это сделали? Как зачем? Для восстановления социальной справедливости. Про спящего дачника на Сеновале ничего не знал. А Олега убил по нечаянности. Тот не вовремя увидел меня. А труп Олега? Закопал. В куче удобрений. А нож определил в Маринкину комнату. Тоже для восстановления социальной справедливости? Ну да. А я же это, перед тем, как идти сдаваться, Маринку-то придушил. Как придушил? Очень просто. Вылез в окно, пробрался к ним в комнату и придушил. Бельевой веревкой. А Настерва всю жизнь гнобила меня. Никогда за человека не считала. Ночью мне теперь терять нечего. Труп Маринкина в подвале лежит. Да в каком подвале быть этого не может? Я оставил ее живой и здоровой. Тетка обещала за ней присмотреть. Наверняка этот алкаш с пьяной что-то перепутал. Вернись и проверь. Есть. Вернуться и проверить. Твою ж мать. Судя по следам из ком-то домработницы, у нее интимные отношения с хозяином, со Станиславом Ильиным. Это с братом ее бывшего мужа? Именно. Причем дочка хозяина не терпит женщину отца. А замуж Клавдии Кузьминишне наверняка очень хотелось. Доверили Казе капусту. Девушка жива. Пришла в себя в машине скорой помощи. Клавдия Кузьминишна! Аюшки! Я же просил вас присмотреть за племянницей. Так а что с ней? Она в комнате своей спит. Так, и мылись вы неспроста, да? Пробовать перевзять невозможно. Ладно. Посмотрим, в каком огороде вы гуляли. Галенья главная, по данным экспертизы, асфиксия произведена не веревкой, а большим плотным предметом. Подушкой, которую Данилов изъял с кровати Мариной или иной. На ней была чистая наволочка, но на напернике посередине слюна потерпевшей, а с боков пот и жировые подозреваемый. Значит, она задушила девушку подушкой, а веревкой только имитировала удушение. Но не задушила. Марина была подуспокоительным, и убийца приняла ее состояние за смерть. Это и спасло девушку. Ждем. Ну, абсолютно идентичный след. Пробы грунта тоже совпадают. Она там была. Я допросил Караулева, а тот был сутки не спамши и не емши. И одна баба сердобольная ему тормозок принесла. А после да его разморило, и он уснул прямо под дверью. Ну, слушай, так нечестно, ты знал. В пробах его кровью было снотворное. И по фото он опознал эту сердобольную женщину. Все, кроме поджога, дело ваших рук. Вы знаете, как было обидно? И за себя, и за дочь. Чем мы хуже этой развратной Маринки? Если бы не она, Стас давно бы на мне женился, а Олег на Лере. Решили восстановить справедливость? Да. Но я попутала. Вы не знали об обмене костюмами. И о том, что у Федика сарай подожжет. Тоже не знал. И пусть синим лавенем горит твое богачество, буржуай. Твое богачество, буржуай. Я не знал. Твое богачество. Там я не знал. Твое богачество. Твое богачество. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но вы быстро поняли, что убили не того. Пришлось наврать Стасу, что это его дочь убила жениха из ревности. Он и спрятал труп, спасая дочь. А Маринке я намекнула, что это ее отец устроил поджог. Олег его застукал, чтобы она отца не выдала. А после, чтобы исправить свою оплошность, вы усыпили бдительность караульного и обманули Федора, что это ваша с ним дочь Лера убила и сестру, и ее жениха. Тебе ж, Федя, терять нечего. Тебя и так посадят за поджог и за сгоревшего дачника. Но если ты всю вину на себя не возьмешь нашей Лерочке, хана, а я тебе адвоката хорошего организую, чтобы срок меньше дали, и в тюрьме не брошу. Ладно, Клав, спасать дочку надо. А ну же, в тюрьме жить тоже можно. Крыша, постель, еда. Может, я там и пить брошу. Человеком стану. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...